Самая классика жанра, когда люди такие, надо, чтобы фундамент отстоялся. Нахерачат бетона, ленту там, допустим, нафигачат там под 10 на 10 с перемычками. И через, значит, зиму приезжают на свой бедный фундамент. И он такой, как лента Меобиуса, такой во всех плоскостях возможных. Причем эта тварь может еще не лопнуть, если нормально заармированный и хороший бетон. Он может прям реально без трещин просто геометрию свою поменять. Но, как правило, все это лопается. Это вот хорошо, что они умудрились потратить деньги. То есть, вот они реально по тупнику поступили. Не знают, как это работает, не знают, что надо делать. Кто-то где-то, это, кстати, офигеть, насколько распространенное мнение, что фундамент за каким-то хреном должен полежать в грунте. То есть, лук, что ли, или картошка, его надо подержать в мешке, чтобы он раскидал. Зачем? Это неправильная зимовка, неправильный учет морозного пучения. И говорят, вот хорошо, что мы это сейчас сделали, мы, типа, иначе бы у нас бы дом гулял. Да не гулял бы у вас дом. Если бы вы сделали все правильно и поставили бы сразу дом, и сделали бы, например, утепленную отмостку, то вот этого, скорее всего, бы вообще бы не было. Потому что не промерзал бы грунт под основанием фундамента, потому что дом-то теплый, ну, даже никогда он не отапливается, он не дает морозу проникнуть в середину промерзнуть грунту. И отмостка сейчас сделана теплая. Тоже она не дает глубоко промерзнуть грунту под основанием фундамента снаружи. И фундамент спокойно зимует. Вот это называется правильная зимовка, правильное пропланирование работы по фундаменту. А если ты еще вляпался в херовые грунты, то тут вообще просто море приключений и всяких различных красивых картинок можно придумать. Начнем с самого распространенного вида грунта. Это глина. И все думают, что, а, глина, она и в Африке глина. Нифига. У глины очень много разных характеристик. Их очень большое количество. Это если мы говорим просто про глину. А люди еще часто глину с углинками путают. И все это называют в общей куче глины. И если мы попадаем на грунты с мягко-пластичной глиной, какие проблемы она с вами может потянуть? Что ты вроде в нее что-то поставил, облокотил, а она взяла и как пластилин нагретый просела. Она не держит нагрузку от давления. Она начинает потихонечку расползаться в разные стороны. Или еще хуже. Она промерзает. У нас грунт замораживается. Глина примерзает к сваям или примерзает к основанию фундамента. И очень активно его поднимает. Пучение там спокойно 10 сантиметров прям вверх легко. И если ты это пучение не учел, если ты нормально, например, не забил или не закрутил сваи достаточно глубоко, чтобы противостоять вот этим силам подъемного морозного пучения, то ты гарантированно влетишь на то, что у тебя дом перекосит. Очень часто явление, вот сейчас прям конкретно обратная связь от подрядчика, который занимается винтовыми сваями, все, что было закручено на глубину меньше двух метров за прошлый сезон, все выперло. Особенно у людей, где терраски отдельно ставят дачный домик, винтовые сваи под домиком. Еще худо-бедно от нагрузки домика стоят. Их не выперло. А терраска и крыльцо делают так. Это прям у всех вообще массово. Правильный учет именно того, какая у тебя глина, на какой она глубине, какой длины надо закрутить сваи или забить их, это самый главный вообще нюанс. Не только вертикальная нагрузка надо учитывать, не только, а еще и именно морозное пучение. И вот мягко-пластичная глина, вот она очень часто в нашем московском регионе очень большое распространение имеет, как раз все это тебе прям даст по полной ощутить. И просядет, а потом ее выпрет, и все это будет по каждый год, постоянно, она вот так вот все время живет своей жизнью. Если у вас на участке глина, такая именно мягко-пластичная, прям как пластилин глина, и вы хотите прям жестко сэкономить на геологии, на расчетах, то тут задача просто максимально ее проткнуть. Вот прям насколько возможно. То есть не 2,5-метровые, допустим, сваи брать, как обычно предлагают, а возьмите 3,5 метра с запасом. Лучше пусть вы отрежете, выкинете что-то там лишнее на этой свае, но лучше закрутиться прям вот по максимуму, вот до усеру, пока она крутится или пока она забивается. Хотя правильнее, конечно, сделать расчет и просто понять, какие нужны конкретные сваи. Может, вообще сваи не подойдут. Частенько такая ситуация бывает по московскому, ну как частенько, раза 4 в год стабильно. У меня на даче такая же фигня. Значит, сверху какая-то каша. Мы ее прокрутили. Потом где-то метр-полтора каких-то достаточно плотных грунтов в нее там надо постучать. А потом какая-то сопля там на полтора-два метра. И туда прям как в молоко все это уходит. И потом только во что-то упирается, в нормальное, на чем можно поставить дом. Да, когда ты бытовку ставишь на винтовые сваи, понятно, там степень риска ноль. Ну, перекоси ты эту бытовку, поддомкратил, подложил чопик, и все нормально. Но когда у тебя каменный дом начинает косить, у тебя отделка вся трещит, дорогущая там за несколько миллионов, конечно, тут начинаешь расстраиваться. И лучше заранее продумать, с чем ты можешь столкнуться на своем участке. На глину еще можно поставить ленточный фундамент. Что вообще, почему-то в народе считается, что ленточный фундамент это прям топ всех решений. Это и дешево, и охереть как надежно. Схрена ли, непонятно. Но вот такое мнение реально в башках сидит. Я не забываю, что фундамент, ленточный фундамент, это не просто заливка бетонная. Это отмостка, гидроизоляция, возможно, дренаж, возможно, замещение частичного грунта под домом, уплотнение там, замен его на песок. И куча других мероприятий. И вот это все вместе будет мелкозаглубленным ленточным фундаментом. А люди такие, ну, льем ленту, ножками ее, как мы тогда в ролике рассматривали, ножками ее затоптали, песочек основания вот такой, и залили. Все, огонь решение. Нет, не огонь. То есть, оно может быть первый год проконает, а потом все равно глина, она свои мерзкие дела сделает с твоим домом. И ты от этого никак вообще не уйдешь. Если сразу же не предусмотришь все эти мероприятия по правильной зимовке своего фундамента. Второй по своей прикольности грунт, в частности, в московском регионе, это торф. Здесь торфяников полно. У меня, например, дача, это вообще там бывшие торфяные разработки. Грунт офигенный. Он такой вроде плотненький, в него лопату достаточно сложно воткнуть, потому что он такими слоями идет. И перерубить слоя поперек достаточно сложно бывает. Но это может сыграть злую шутку, что вроде он плотный, а он, во-первых, постоянно гниет, дает осадку. Во-вторых, он когда размокает, он вообще просто в сопли, прям в кашу превращается, вот прям вот в слюни. И ставить на такие грунты, в принципе, вообще запрещено. То есть, там никакой тип фундаментов на торфяниках не подходит. Теоретически можно, допустим, если у тебя там торфа на 3-4 метра в глубину, и у тебя там вся территория в этих торфяниках, и тебе вот прям вот кровь из носа надо здесь построить что-то, тут только вызываешь правильного инженера, он тебе делает правильный проект фундамента. Как правило, это какие-то очень широкие плиты, больше, чем сам дом. Важно распределить максимально широко всю эту нагрузку, чтобы нагрузка на этот торф была прям минимальная на каждый квадратный сантиметр. И то, это капец сложнейшая задача, то есть, это вообще не каждый даже на это способен правильно это все рассчитать, так, чтобы это реально все работало. С торфяниками обычно как принято делать? Если там метр торфа, его либо просто выкапывают, замещают на песок, либо просто протыкают его сваями, его надо пройти и попасть в какой-то нормальный плотный грунт. У торфа, кстати, есть одна такая классная фишка, он офигенно горит. Если ты развел, выкопал ямку, по-умному выкопал ямку, и жаришь там шашлык полдня, и бросил его, то эта тварь, она будет гореть потом во все стороны месяц, а если не больше, то есть до первых серьезных дождей. Бывает так тлеет, что танки туда проваливаются, машины туда провалятся, ногой можешь провалиться в этот тлеющий ад, и если успеешь, конечно, ногу выдернешь, а если бы целиком провалишься, люди и даже сгорали полностью. Кстати, там где торф, там стопудово затапливают рано или поздно. Если там не сделано специальных водоотводных каналов, причем не таких у тебя вдоль участка, а таких федерального значения, всякие обводные каналы, осушительные территории, чтобы эти болота перестали быть болотами, их в Советском Союзе сделали, вот если их похерить, то территория постепенно начинает снова затапливаться и снова превращаться в болото. Следующий тип грунтов, из самых таких опасных грунтов, это лесовые грунты. Они достаточно мало распространены, например, по Московской области, но попадаются, бывает галоби приносят на такие грунта. В чем проблема этих грунтов? Он вроде как бы прочный сам по себе, в него, когда он сухой, лопату не воткнешь, он как бетон. Но если в него попадает влага, он вплоть до того, что может под собственным весом просадку давать, вот настолько, он прям размокает и превращается прямо в сопельки. Если ты летом, тынст-тынст лопатой, о, огонь, и на нем построишь дом на ленточном фундаменте, и ближайший же дождик прилетит, то просто под нагрузкой, он просто туда провалится этот дом на всю глубину этого бедного лесового грунта. Обязательно, опять же, важно делать геологию, потому что обычный смертный, скорее всего, этот лесовый грунт так вот в скидку может и не определить, что это он. Бороться с таким грунтом можно как? Если есть возможность его заместить, то его заместить, но он, как правило, на достаточно большие глубины распространен, и просто так его заместить, это конских денег стоит. И если ты не можешь продать этот участок и построить где-то еще, или там забивные сваи, можно такие, что там не каждый у тебя в регионе такое может забить, как бывает делать. Опять же, это только через инженера, только через офигеть, какие расчеты. Надо все очень тщательно учесть. Это делают, допустим, фундамент типа вот обратной чаши или очень вот широкая плита. Когда у тебя домик занимает, допустим, место 10 на 10, а плитуду должен сделать 15 на 15. Ты максимально распределяешь нагрузку из расчета на самую низкую несущую способность этого лесового просадочного грунта. Потому что у него там, когда он намокнет, у него там несущая нагрузка, травинка плюс чуть-чуть. И здесь главное не нарваться на шараж монтажной бригады. И даже большие свайные заводы страдают этой ерундой. Просто предлагают вам типа самое простое универсальное решение. А, типа забиваем там на 3 метра. Или крутим вот такие-то винтовые сваи. А геология? Да не надо геологии, вот у нас есть пробное бурение. Вот приезжают они там с буром или даже с мотобуром. Что-то там бурит. Вот я говорю, можно так вот нафигачиться, что нифига она не пойдет. Это вот с буром нужно приехать, охренеть, какого качества геолог. Он вот так на глаз скатать колбаску, понять, какая она там у нее деформация по таблице, посмотреть количество трещинок на ней. Это там можно вручную проверить. Грунты какие они. Это вообще далеко не каждый чувак может реально в жизни там. И вот ты этих умников наслушался, доверился им. И у тебя по весне либо это все просядет, либо вот так же выприт этот фундамент. И ремонтировать ты будешь задорого, долго, и вообще непонятно как. Сам ты это не сделаешь. И вот чтобы не выстраиваться потом по весне в очереди вот к этим бракоделам, лучше сразу обратиться в строительную компанию, которая строит дома с учетом геологии, это по съемке, правильно рассчитывает фундаменты и делает правильно с первого раза. А найти классный проект можно по ссылке в описании. Отдельная проблема по вообще устройству фундаментов и учету геологии это вот регионы такие, Сочи, горные, где у нас есть прям очень большие уклоны и все строят на этих уклонах. И тут проблема в том, что там даже обычная геология, которая у нас здесь в московском регионе прокатит, там не прокатывает. Там нужно вынимать прям конкретно куски грунта и определять их всякие сдвиговые так называемые там характеристики. Наша обычная, как геология заканчивается? Ну, пробурили, вынули грунт там, отвезли в лабораторию, там из него там колбаски скатали, покрутили, посушили и все, этого достаточно. А тут надо прям проверить именно сдвиговые характеристики, то есть прям надо вырезать кусок грунта из глубины, конкретно его проверить, что он может выдержать. Проблема в чем? Почти все дома стоят на уклоне, грунт ползет, у тебя какие-то сели, хрена сели, у тебя то снег, то дождь, то у тебя раз сосед что-то построил, у тебя вообще вода по-другому потекла. И там просто полная жопа. И там вот строят такие вот колхозники, как вот мы сейчас тут тебе мотобуром проверим грунт, все будет офигенно, мы сто раз так делали. Вот там это вообще просто в катастрофу превращается. Конкретный пример, вот в интернете, везде там уже раз его обмусолили, когда там целый квартал домов съехал вниз по склону, там что-то метров на 180. Это вот просто, ну, по колхозному подошли к проблеме. Если у нас здесь, Московский регион, на этой равнине, еще худо-бедно прощает какие-то ошибки, можно исправить. Там, когда у тебя уехало в сторону, все, там исправить невозможно, ты обратно туда не затащишь, там все жопа. Кстати, песчаный грунт тоже сюрприз может преподнести. Наш песчаный грунт, который все почему-то считают, что он не пучинистый, он не пучинистый, если ты его сухой в банку положил и в морозилку позасунул стеклянную, то стеклянная колбочка скорее всего не лопнет. Но у нас-то не бывает такого. У нас снег растаял, грунт водой насытился, мороз шмальнул по грунту в минус 10 раз у тебя, и твой непучинистый песок вспучинило так, чтобы поломало весь твой фундамент. Поэтому вот это тоже часто люди ошибку делают, что берут глину, замещают на небольшой слой песка, плохо ее трамбуют, неправильно делают водоотведение, утепление, гидроизоляцию, и сделать себе еще хуже. Этот песочек под домом выступает как водосборная яма, которая пучинится, просаживается, и вообще хер знает, что начинает творить с твоим домом. А самые классные грунты, это когда дом может просто провалиться вниз. Это грунты с карстовыми провалами. Они, как правило, достаточно глубоко, эти карстовые провалы, но они реально есть. В Домодедовском районе точно присутствуют, потому что уже несколько раз геологию приносили, и там написано, что есть вероятность траливали провала грунта вот такого там диаметра и разве расписаны эти воронки. Причем такая, считаешь, вероятность там, да вообще прям очень реальная. И тут сразу вопрос возникает, вот как строить на таких участках дом? То есть реально может что-то пойти не так, а как это достаточно глубоко происходит, там это больше 10-20 метров, как правило, глубина. Но грунт может так осыпаться, что всосет туда и твой дом. Хорошо, если он просто достаточно крепкий, и это как-то краешком тебя заденет. А то бывает такого размера, диаметра этих воронок, что туда все может рухнуть. Я такого не видел, честно говоря, в Московской области. Но такие грунты есть, и там где-то в регионах, где такое происходит достаточно часто, заканчивается катастрофой. Это к вопросу о том, что опять же, всегда надо делать геологию, и желательно, прежде чем покупать участок, выяснить это заранее. Потому что у нас был конкретно такой пример. Мы проектировали, проектировали, времени потратили, сил на это, дом спроектировали, все приносят геологию, и там карстовые провалы. Мы им выдаем картину, что вот есть такое явление. Мы можем сделать вот такой фундамент, но это не стопроцентная гарантия, что там просто под тобой ничего не рухнет. И люди просто отказываются от строительства. Потрачена куча сил и нервов, и ничем это не закончилось. В итоге ты либо просто должен отказаться от строительства в этом месте, либо повесить побольше иконок, и молиться, что этого не произойдет. Есть такая, кстати, проблема. Она точно существует в Московском регионе, и, скорее всего, в других регионах тоже есть. Ты можешь обратиться через какие-нибудь известные поисковые сайты по объявлениям, нанять каких-то левых геологов, которые тебе что-то приедут, что-то набурят просто на бум, и какой-то отчет выдадут, типа, ну, примерно там вот так. А на самом деле это будет филькинограмма, это будет фуфло. И могут не написать про какие-то нюансы вот таких грунтов, потому что карстовый провал, мы до него, как правило, делая геологию, не добуриваемся. Он гораздо глубже находится. Но нормальный, правильный геолог, который как бы с пониманием, он эти все данные поднимает, и все тебе вписывает туда, в твой отчет. И там это будет написано конкретно, что вот есть вероятность, район там-то, там-то, вот то-то, то-то. Поэтому не надо экономить. Геннадца за ценой по геологии даже тут. Экономия может выйти боком. 10 тысяч сэкономишь, а влетишь на весь дом. Ну, а самый главный лайфхак, как не попасть на всякие прикольные ситуации со своими грунтами, это подписаться на наш канал. Здесь я рассказываю про всякие интересные лайфхаки, связанные со строительством. А с тобой был Филипп, канал строительной компании SkyHome. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok